Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Люксвилл и нам наконец-то стали доверять не только дорогую, но и красивую технику. А раньше мы могли ее просто поломать. Встречайте, друзья мои, суперсока от компании Ватсибири, модель ТСХ. Сейчас все расскажу. Погнали! И первое, с чего хочу начать, это с ключа. Ну, как бы суперсока это что-то итальяно или может быть испано. И ключ такая стильная таблетка. Значит, это ключ сигнализации, потому как, вы же понимаете, все Феррари, Мазерати, они заводятся вот с такого вот ключа. Потому что там 12 цилиндров должны содрогнуть землю. Но это было так раньше. Сейчас в современном мире землю уже ничего не содрогает, потому что кругом все электрическое. И вот перед нами стоит один, не побоюсь этого слова, и 9 киловатт мощности в заднем мотороколесе. Саня, облетик с другой стороны, я вам сейчас кое-то покажу. У вас на кухне микроволновка какой фирмы? А может быть блендер или чайник? А, друзья мои? Ну, звучит и выглядит как минимум надежно. Это то, что будет работать много-много веков. Заднее мотор-колесо от компании Bosch. Я напомню, те, кто забыл, это немецкая компания. И, соответственно, у меня немецкий байк. С итальянским названием. А вы спросите, а почему и при чем здесь в Вайт-Сибири? Не знаю почему. Наверное, потому что они это тоже поставляют. Они тоже поставщики и закупщики этой техники. И поэтому нам удалось и вам сейчас вместе с нами прикоснуться к этому прекрасному дизайну. Вот так вот погладить рукой. На самом деле выглядит, правда, классно. Давайте, в общем-то, от слюней перейдем к делу. Что вообще сразу бросается в глаза? Что это мотоцикл? Что это мотоцикл? Дизайн у него чисто такой вот. Какой-то вот стритфайтер, что-то такое. Вот прям хочется сесть. Жух, джохан, похан. Но не получается. 1,9 киловатт, я вам просто вот напомню, что это 1900 ватт в номинале. В пике, когда вот вы уже, не знаю, что произошло, должно быть трешка, целых 3 киловатта. Не знаю, как это, потому что мы покатались. Он действительно плавный, он классно едет и офигенно выглядит. То есть вот цеплять, знаете, в центре Москвы взгляды или вот здесь около МГУ. А здесь, кстати, недалеко наш магазин. Помните, университетский проспект, дом 6, корпус 1. Обязательно заезжайте, посмотрите на него. Там, кстати, и другие красавцы есть. Я сейчас чуть попозже покажу. Ну вот это, опять-таки, я прокатился, все мы прокатились. И я подумал, для чего же он нужен. Вот. И кому он нужен. Потому что цена, вы знаете, я люблю ее называть сразу, 282 тысячи рублей. 282 тысячи... Не, не так. 282 тысячи рублей. И у вас прекрасный дизайн, высокие технологии и мотор-колесо от компании Bosch. Нет, ну выглядит, правда, классно. Вот, Сань, покажу вот так спереди. Здесь вам, пожалуйста, контроллер. И посмотрите, как они, не знаю, кто китайцы, или все-таки этот дизайн реально рисовали итальянцы. Потому что вот этот радиатор охлаждения контроллера, они как будто бы нарочито его сюда вот так вот демонстрируют, чтобы мы типа думали, что здесь водяное охлаждение. Но зачем? Помните, мы делали обзор на велосифера, и я спрашивал, зачем производители электромотоциклов, электромопедов и электроскутеров пытаются там показать, что у них якобы есть ДВС. Чего они боятся? Чего они стесняются? Ведь здесь, смотрите, огромные тормоза. Реально они огромные, учитывая то, что сзади 1,9 киловатта, в пике каким-то образом 3 киловатта, и максималка 75 километров в час в идеальных погодных, человеческих, наездных условиях. Я думаю, это прямо этих тормозов с избытком. Ну так вещь-то европейская, для европейской, скорее всего, разработка. Итальянская, я думаю, потому что вид действительно хороший, вилка серьезная. Опять-таки, возможности этого самоката, как самоката, вот именно, электроскутера, электромотоцикла, все-таки это мопед. Так вот, возможности, посмотрите, я вот вам уже показываю здесь, роторы стоят серьезные. Такое ощущение, как будто они здесь от более серьезного электромотоцикла, а может быть и с мотоцикла с ДВС. Дальше идет мотоциклетная вилка перевернутого типа, прям настоящая. Посмотрите, я сейчас покажу, какая она мягкая, серьезная. Понятно, что здесь никаких, мы вот сейчас катались, бордюр, не бордюр, яма, не яма, вообще никаких вам ударов. Посмотрите, какая она мягкая, плавная. Ну, я не буду спорить, здесь действительно каждая деталь, за которую не возьмешься, вот просто посмотрите, подножка для водителя. Это же, ну, это суперсок, суперсок это, понимаете? А этот элемент, это подножка для заднего пассажира. И так во всем, может быть, это не пик, так скажем, какой-то электросамокатной движухи, да, там, не самое мощное мотор-колесо. Но дизайн, вы посмотрите, сколько сюда дизайнеры вложили вот такой вот любви. Посмотрите, открываем подножку, все это алюминиевое, все это выглядит просто, и трогать это хочется, это хочется мыть, и этим хочется обладать. Ну, ладно, по рулю дальше давайте пойдем. Здесь, понятно, крыло совершенно, абсолютно рабочее, но рабочее оно именно в зоне той, которой задал производитель. То есть, им нужно, чтобы вот здесь вот все было чистое, и оно здесь действительно чистое. Мы специально не мыли, чтобы вы видели. А внизу есть некое подобие типа, опять-таки, охлаждение это типа должно быть, но на самом деле это все глушняк, здесь ничего нету. Вот, это бутафория, и здесь мы с вами видим, есть грязь. То есть, по большому счету, мы с вами понимаем, что крылья работают так, как задумал производитель. Кстати, покажи, Сань, пожалуйста, легкосплавные диски и с логотипом компании Суперсок. Ну, выглядит, правда, вот фара, это же отдельное произведение искусства. Фонарики, конечно, я бы сказал, чмо, ну, понятно, они и такие же идут на какой-нибудь недорогом электросамокате, и поэтому их здесь не должно быть. Но фара головного освещения с надписью Суперсока, она просто, ну, я не знаю, европейская стандартизация, все везде сертифицировано. Ближняя линза, потом здесь какой-то светоотражатель, рефлектор снизу, ну, выглядит, правда, дневной ходовой огонь. Вот это классно, что выглядит, правда, улет, отлет. Вот так, я даже не знаю, как сказать. По рулю, здесь вообще история знакомая по мотоциклам. То есть, вы посмотрите, нас производитель засовывает, что это все-таки мотоцикл. Но мы с вами понимаем, что на категорию А мощность в заднем мотор-колесе вообще не тянет никак. Это ближе мопед, а значит, ваша правая полоса, у вас должна быть категория в правах М. И, например, если у вас категория Б в правах, и вы можете передвигаться на автомобиле и знаете ПДД, то есть, соответственно, вот на этом, и я, собственно, покатавшись, мы все пришли к такому умозаключению, что это мистер подскок. Я не знаю, как вы, но мы, живя в Москве, например, вот нам нужно метнуться из Яснева, из нашего шикарного магазина электротранспорта номер один, люксвилл.ру, Соловинова, 18А. Нам нужно резко переместиться на университетский проспект, дом 6, корпус 1. На машине бывает это сделать проблематично, потому что пробки. Порой 45, а то и час мы едем. А вот здесь за 15 минут, в принципе, вполне себе реально с наслаждением, особенно в такую погоду, доехать, поймать все взгляды девчонок, мальчишек, вообще всех абсолютно, кайфануть, приехать. Но надо поставить на зарядку. Хотя, на самом деле, я вам скажу так, что здесь, вот мы сейчас дойдем, откроем отсек, и я вам покажу, стоит большая аккумуляторная батарея, если у вас, например, электросамокат, ну или электровелосипед. И опять-таки, пусть вот этот вот дизайн не вводит вас в заблуждение, техника-то классная, но это все-таки мопед, маленький городской вжиг-сверчок, который стоит 282 тысячи. Сань, давай вернемся, по рулю бачки-гидравлики, опять-таки, с логотипами, суперсок, удобные зеркала, вот с такими вытянутыми уголками, я их называю секцией присмотра. Когда вы одним глазом, даже не просто не переводя взгляд с дороги, можете просто боковым зрением сюда увидеть в этих сегментах, что у вас происходит. Зеркала однозначно удобны. Грипсы знакомы нам по различным скутерам, различным сетикокам. Здесь, в принципе, ну все максимально просто, то есть есть скорости, есть режим парковки. На слевой стороне у нас режим управления фарой, соответственно, переключатель, поворотники и, конечно же, сигнал. Вот, в общем-то, все максимально понятно, удобно, ну, оно и как бы так и должно быть. Потому что эта вещь, да, пусть собирается в Китае, но я уверен, что над дизайном, над всей мехатроникой, над вообще всем, что мы здесь видим, работали европейцы. И кнопка старт-стоп, видите, чисто, и подзвучка, не то, что там пип-пип, на всю улицу. А смотрите как. Спокойно. Я знаю, как с этим бороться. О, слышали? Здесь все чинно, достойно, аккуратно. Это вам не какой-нибудь там... Там. Ну, короче, друзья, вот здесь вообще начинается самое интересное. Здесь вот в его чреве этого байка притаилась интересная. Саня, облети, пожалуйста, здесь вот замочная скважина, куда я вставляю механически. Смотрите, суперсоковский ключ от компании White Siberia. Поворачиваюсь сюда и вуаля! Крышечка открывается, да, здесь все пластик. Есть какие-то предупреждения, смотрите, здесь есть тумблер, я сразу вижу. Отключение питания. Ну и давайте посмотрим по комплекташке. Так вот, приятная коробочка. Помимо зарядки, я, кстати, зарядку специально выложил, потому что Владимир сейчас для вас будет делать максимальную скорость. И там 10-амперная зарядка, она весит как колесо от этого байка, я вам честно хочу сказать. Я думал, уже сюда едет мощь и кулиц. Открываем коробочку. Здесь, кстати, это очень полезная и важная коробочка, потому что здесь, в России, люди называют эту книжечку СТС, ПТС. Ну, в общем, это то, что вам нужно будет, когда вы будете на этом прекрасном мопеде кататься по улицам нашего прекрасного города. Ну, или вашего прекрасного города. При этом, смотрите, это электромотоцикл. Здесь же инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. То есть, видите, здесь все прописывается. Модель, все дела, здесь ВИН-номер, инструкция, все. Вот эта вот книжечка должна быть обязательно с вами, видите, да, дата гарантии, подписи. Ну, и, конечно, чек из магазина, что будет являться подтверждением, что это ваш байк, что здесь прописывается ВИН-номер, что это ваш байк, вы его не где-то случайно умыкнули, а действительно заплатили за него 282 тысячи рублей. Я не устану это повторять. Вот, юзер-мануал, это уже юзер-мануал, как вы успели увидеть, от компании Суперсока. Вот здесь все на английско-европейском языке, даже вот есть чайна-таунский. Вот, ну, короче говоря, это все здесь хорошо. Ключик есть, вот такой вот ключик. Дополнительная таблетка, ключ-брелок и дополнительный механический ключ. В общем, по комплектации действительно вот все аккуратно, красиво сделано. Видно, что под продукт явно не рассчитывали продавать за 100 тысяч рублей. Вот, все-таки продукт рассчитывали продавать за 282 тысячи рублей. Сюда подходи, Саня, смотри, вот такую штуку вытаскиваем. И бездонная просто, бездонная бочка, куда помещается 30 ампер-часов на 60 вольт. Вот, да, покажи, пожалуйста. И еще раз сюда совершенно спокойно поместится 30 ампер-часов на 60 вольт. При этом, друзья мои, есть, смотрите, разъем, который питает этот прекрасный электромотор от фирмы Bosch. Ну, а еще вот здесь вы, соответственно, питание вытаскиваете и включаете другой разъем. И вот сюда, Сань, покажи, пожалуйста, вставляйте вот ту упомянутую мной ранее зарядку на 10 ампер. Вот, но по большому счету, мы так посчитали, 30 ампер-часов при весе байка в 95 кг. И, например, ну, пусть не я, пусть Владимир поедет, он весит 75. Мы предположили, что он должен проехать плюс-минус полтинник. Плюс-минус. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Все зависит, опять-таки, от рельефа местности, где Владимир будет газовать и, соответственно, от его настроя. Будет ли он газовать или просто полюбуется и покрасуется. Ну, короче, друзья мои, давайте смотреть дальше, потому что вот задняя часть мне нравится больше всего. Вот здесь все-таки видно, что реально и фонарик, и крыло. Ну, опять-таки, это чмо мы уберем, закроем. Вот. Но в остальном, посмотрите, здесь крылышко, здесь отсекатель. Все сделано так, как будто вот опять, прежде чем вообще прийти и сказать, давайте соберем что-нибудь, колеса сюда, раз, не. Сначала это все нарисовали, согласитесь. Ну, потому что вот, видно же, да, вот это все сюда вписали. Все это действительно как будто бы вот так вот специально придумали. Сзади маятниковая подвеска, сам маятник с какими-то тут предупреждениями, смотрите, по накачке колеса. Давление, кстати, на рычаг 150 килограмм. Вот. И есть, ну, не скажу, что прям какой-то мотоциклетный. Хотя, если у вас какой-нибудь мотик типа на 250 кубов, вполне возможно, есть регулировка отскока, вполне возможно, именно такой там у вас и будет стоять. Мягкий, ну, да, можно сделать его, видите, затянуть и наоборот ослабить, соответственно, сделать жестче, сделать мягче. В остальном, в общем-то, вся настройка. Ну вот, и, Сань, покажи, пожалуйста, вот передний суппорт и закономерно задний. То есть, спереди мы видим с вами два контура, сзади один и суппорт сам по себе меньше, гораздо меньше, чем по переду. То есть, объясняется это тем, что здесь стоит тормозной некий редуктор и через него идет распределение тормозных усилий. Здесь даже есть какая-то замысловатая система со своим названием. Это я вам сейчас проще рассказал, что действительно, вы нажимая, например, передний тормоз, обеспечиваете торможение, по-моему, там 70 на 30 в долях задний и передний тормоз. То есть, для новичков или для тех, кто просто взял это себе на подскок, кататься, но не хочет покупать настоящий мотоцикл и никогда, в общем-то, не катался. То вот такая история, прямо на 100%. Вы сели и любой из вас, даже тот, кто вообще никогда с мопедами, мотоциклами вообще не был даже знаком, поверьте, сюда просто сядет и просто поедет. Вот, теперь о посадке. Во мне 180 сантиметров, соответственно, вес я вам сказал, подножку убираю, кстати, пока подножку не убрать, он не трогается, на гашетку не реагирует. Заносим и садимся. Удобно. Давайте пропустим людей. Как там выгляжу, нормально? Не очень? Чудесно. Прелестно. Так вот, друзья мои, сидеть-то на самом деле и удобно, и зеркала, все на своих местах, причем обычно. Когда я сижу на какой-то технике, не важно, мопед это, скутер или велосипед или самокат, я все время вижу свою харю вот в этих лопухах. А здесь я не вижу харю, здесь я реально, вот смотрите, вот здесь вот, Сань, видно там? Вот здесь я вижу свои руки вот так, вот, вот в таких сегментах. А все остальное, это, соответственно, ну, то есть, вот я вам сейчас покажу. Вот так, если я сижу ровненько, и вот так. То есть, представляете, насколько широко я могу видеть, просто вот смотрю вперед, и просто вот секундный раз, и вообще очень удобно. Посадка удобная. Но, архитектура посадки такая, что нога сейчас, видите, казалось бы, и подножка должна быть где-то здесь, но она сзади. И здесь, опять-таки, у кого-то может возникнуть вопрос, у меня, в принципе, он не возникает. Это удобно. Для чего это сделано? А я вам скажу, производитель вам вот прямо указывает, как нужно мотоцикл держать. И держать его нужно ляжками, бедрами. Вот вы сели, зажали его, видите, здесь даже есть специально заданные вот такие вот, как бы, кармашки. Все, вот вы его зажали, и совершенно спокойно вы одно целое с байком. Это удобно, это продуманно. То есть, когда новичок садится на мотоцикл, неважно, на скутер, он просто вот что-то едет, вот это вот. А здесь вы сразу ногу поставили, смотрите, вам производитель сразу задает, так сказать, ритм. Короче, мне определенно этот мод понравился. Вот, мопед, скутер. Для меня по нему все понятно. Сейчас Владимир поедет, расскажет свои эмоции, но для меня, вот я как сказал, что это именно мистер подскок. В Москве для меня потерять час времени съездить, куда-то доехать, это убийство. На нем я совершенно спокойно могу сесть. И, я сказал, 15 минут, и я здесь, на университетском проспекте, дом 6, корпус 1, как раз, где и находится наш замечательный магазин электротранспорта номер 1, люксвилл.ру. Приезжай, познакомься с нами, пообщайся и потрогай вот этот самый прекрасный, ну давайте так, электромотоцикл, так же написано на инструкции. Все, друзья мои, все вроде бы с вами рассмотрели, если что-то забыл, пойдемте общаться в комментарии. И Владимир сейчас сделает на нем максималку, все как мы любим, по тротуару, шучу. Поехали! Друзья, всем привет, с вами Владимир, команда люксвилл. Так, ну что, в этом сезоне, я, мне кажется, еще не катался в обзорах. И в мои руки попал замечательный электробайк от компании White Sibiria. Точнее, это компания SuperSoto, но компания White Sibiria причастна к их поступлению в Россию. Так, модели, я так понимаю, начинающие, то есть не самые мощные. Я немножко его проехал на нем, в принципе, для меня все стало понятно. Это такой городской, не супербыстрый, не супермощный, но при этом его мощности для передвижения в городе хватает в целом. Интересно, проедем мы здесь? Да, мы проехали, даже ничего не зацепили. Посадка удобная, не спортбайк, то есть я сижу, у меня рост 170, наверное, спина у меня ровная. Ну, то есть удобно сидеть. Подвеска отрабатывает хорошо. Тормоза, естественно, гидравлика, все-таки это мотоцикл, как-то как, даже электро. Поворотники. Вот здесь удобно. Так, зеркала у меня настроены. Газ в пол. Так, ну, портового компьютера показывает скорость 47, 50, 52, 55, 56 уже, 58, 60, 62. Так, и разгоняется дальше, но дорожный трафик нам не дает разогнаться дальше. Такие же плюсы у нас от электробайка. То, что впереди пробка, а мы можем спокойненько так вот проехать. И проблем у нас никакие. Так, а там по прямой нельзя. Здесь только прямо можно нам проехать. В дальнейшем можно было развернуться. Мы сейчас подождем с вами. Так, что можно сказать? Здесь у нас получается под левым большим пальцем сигнал, поворотники, право-влево. Включение дальнего света. Удобно. Здесь приключение скорости. В принципе, тоже удобно. Вот это вот паркинг. Паркинг поставили, все, у нас мопед никуда не едет. Убрали с паркинг, он сразу поехал. Ну, это, естественно, передний тормоз. С правой стороны. С левой, с задней тормоза. Так, ну что. Посмотрим. Ох, ветер какой встречный. Максималочка уже 55, 56. До этого у нас малир загнат с вами до 60. Да. Уже есть уверенно, спокойно. Так, сейчас поедем с вами на разворот. Сегодня в Москве очень гетель По тормозам Тормоза здесь отменные вообще То есть останавливаешь шикарно Закала все отлично видно Я их настроил так, чтобы все было Задненько Мне вообще в целом нравится мотоцикл А электромотоцикл Такой новенький Я пару раз ездил до этого Я больше езжу на бензиновый Но это тоже шикарный вариант Я вот езжу по городу на автомобиле И ввиду того, что пробок очень много Я даже задумывался о том, чтобы В летний период времени Ну, так скажем Осенью Весной Все-таки пересаживаться на двухколесную технику Такого формата, как электромотоцикл И взбираться Быстрее, с кайфом Потому что вот сейчас ездить, конечно, кайф На улице сухо Глазно До конца, как я не понял, максимальную скорость Но скорость 60 у нас уже была То есть, ну, крейсер, сказал так, вот, в горку Он, как-то, спокойненько Едет 50-55 Участок бортового показывает 60 км в час Кстати, бортовой компьютер Монокронный И в нем все отлично видно 62 Пойдем направо Здесь стрелка Так, интересно, конечно, замерить еще по GPS, да, друзья? Сейчас я Включу Пусть мы проедем со стафором Пусть сейчас включится стрелка Вот мне с моим ростом вообще отлично Так, ну что, поедем? Мы нет сегодня Кстати, подножки регулируются Я прочитал в инструкции Откручиваются болтики Можно отрегулировать Ну, смотрите, лежачий Я полицейский проезжаю на скорости Ну, прям отлично Ничего не болтается Ничего не гремит То есть, вот это, конечно, все-таки качество Здесь не стоит забывать, что Качество, оно превыше всего Кстати, на На хронном дисплее У нас показывает много разных информаций Во-первых, показывает, какая у нас скорость При движении Показывает, какая передача у нас стоит 1, 2, 3 Показывает уличную температуру Заряд батареи И многие другие данные Не, ну классный мотоцикл, на самом деле А если же версии еще более мощные То есть, ну кому, допустим Хочется побыстрее, мощнее То Там есть такие варианты Не, ну по тормозам Прям отлично тормозить Сейчас давайте вот разгонишься перед движачим И остановлюсь прям в самом конце Даже ногу еще позже остановиться Ну, только в том плане нажать На тормозах Хотел готовить, друзья Что данный электроскутер Можно посмотреть, потрогать, пощупать В нашем новом магазине На университетском проспекте Университетский проспект Дом 6, корпус 1 Там представлен этот выставочный образец Который можно посидеть Потрогать его Рассмотреть все Работаем мы ежедневно С 10 до 7 Не, ну тормоза, конечно, мне прям нравятся Да и вообще в целом Такой, как сам байк Приятный Да он еще двухместный Там сзади еще, так скажем Сидушка для второго пассажира Можно ездить вдвоем Включим поворотник Интересно мне было бы его взять На более длительный тест-драйв Я думаю, что Однозначно это сделаю Потому что Классный байк Еще мне, конечно, очень сильно порадовало То, что действительно все собрано Как-то очень хорошо Потому что до этого я ездил на китайских мопедах Вот там то пластик гремит То скрипит что-то То там громыхает Ну а здесь вот я еду по кочкам И все шикарно Все реально шикарно Друзья, что Мне понравилось Рекомендую Кто задумывается Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Ну и не тяните время Потому что я думаю, что надо брать Ну а мы тем самым перемещаемся В наш магазин Чтобы вам показать Какие другие модели есть Супер Кока Супер Сока И также какая там зарядная станция От него Всем спасибо за внимание Не забываем подписываться И поставить колокольчик Всем пока Итак, друзья Прежде чем я вам покажу Вот эти вот вкусности Это другие модельки Супер Сока Компания Ватсибири Мы все-таки вернемся К нашему ТСХ И я хотел вам показать Две вещи Первая Зарядочка Зарядочка Да, вот таким вот Уменьшительно ласкательным словом Я называю 5 килограмм чистого алюминия Внутри 10 ампер зарядного тока На самом деле Это не просто так Почему я говорю Что это не просто так Я сейчас покажу Дело в том Что например У каждого из этих байков Есть свои изюминки И даже казалось бы Вот эта ТСХ Начальная модель Можно сказать Базовая Там как хотите Так и называйте Сань покажи пожалуйста Сюда Здесь В череве Как я говорил ранее В обзоре Есть Соответственно Места Под Две Аккумуляторные Батареи В базе Изначально идет Одна Вот такая Вот красивая В своем кейсе С надписью Суперсока 30 ампер часов На 60 вольт Фиксации Соответственно Устанавливается она Вот в ближайший Вот этот короб И соответственно Для того чтобы Аккумуляторную батарейку Изъять Нужно соответственно Поработать Механическим ключом Но Это еще не все На самом деле Вот здесь По направляющим Можно Эту же батарею Установить Либо еще Одну такую То есть у вас Получится Две аккумуляторные Батареи В череве Одного Даже можно сказать Самого базового Байка Вот Ну естественно Немножко надо так Постараться И байк Поровнее поставить И тогда Совершенно спокойно Она туда Заходит Вот И вторая То же самое То есть изначально Устанавливается Ближняя батарейка Батарея Да И соответственно Она фиксируется Вот этим металлическим Штырем На ней Я сейчас покажу Вот здесь И соответственно Потом уже Вставляется Передняя Первая батарея И у вас Вместо 30 Становится 60 Обед часов Внутри Что обеспечивает Конечно уже Более серьезный Забег Ну то есть Я так предполагаю Километров Она 100 А может быть 110 Вот В хороших погодных условиях Движемся дальше Покажу вам DC Max Мы посмотрим Чуть позже Давайте вот эту Вот посмотрим Модель Называется она Super Soco TS Street Hunter Уличный охотник Дизайн у него Реально Литрового байка Выглядит он круто Но на самом деле Фишка здесь Не просто в дизайне Фишка здесь Заключается в том Что вот так вот Мы его берем Открываем И заглядываем Вовнутрь И вы обратите внимание Насколько Огромное пространство Изначально С завода С фабрики Здесь устанавливается Сюда 32 ампер часа Но Можно установить Вторую АКБ И Два Третьи Провода Питания То есть Как только По одному Из АКБ У вас Происходит Разряд То есть Заканчивается Заряд И батарея По нашему Говоря Становится Пустой Подключается В автоматическом Режиме Вторая АКБ То есть Вы Этой разницы Не замечаете Переход От одной Батареи Ко второй Происходит В автоматическом Режим То есть Если в первом Случае В базе Нам придется Штекер Вытаскивать И вставлять В полную Батарею То здесь Это произойдет Автоматически Причем Мощность Мотор-колеса Здесь уже Два с половиной Киловато Что в общем-то Я имею ввиду В номинале Что в общем-то Для такого Ну реально Круто Выглядище В таком Дизайне Дерзком Байке Электромотоцикле Очень и очень Неплохо Все тоже Мотор-колесо Компании Бош Красивая резина Кстати видите Да резина Гораздо Больше Чем он Младшему Самой доступной Модели Вот Но и цена Но и цена Уже данного Образца 330 тысяч 900 рублей Приезжайте к нам На университетский Проспект Дом 6 Корпус 1 Можно покататься И насладиться И скоростью И дизайном И всем остальным Ну и теперь Поговорим о Максе Ведь Макс Как по мне Самая интересная модель Потому что Внешне Если здесь У нас все-таки Как мы говорили Стритфайтер Такой уличный Охотник Уличный Боец То это Некий Скремлер Больше Классика Для тех Кто понимает В мотоциклетной Классике Здесь Посмотрите И руль Плоский И сидуха Чисто Скремлер История Но основной Изюм Конечно Кроется Здесь Обратите внимание Это центральная Моторная Компоновка Соответственно Здесь уже И тяга И соответственно Мощность Реализована Путем Не просто Прямого Привода Мотор-колеса А посмотрите Сюда 3900 Ватт У нас Мотор То есть Соответственно Максималка И это Самый Быстрый Из линейки Суперсока От компании Вайт Сибири До 95 Км в час Понятно Что стоимость Этого Агрегата Уже серьезная Но и согласитесь Что Вот такое Решение Это все таки Из мира Уже Взрослых Электромотоциклов То есть Это не просто Мотор-колесо А Прямой Привод На ремне Который Позволяет Разгоняться Я думаю Что даже Мне так кажется По моим Ощущениям Должен он Все таки На 4 кВт Практически Больше Сотки Разогнаться Вот Ну и выглядит Он Классически Красиво Вот такие Вот детальки Здесь уже Другие Поворотники Видите Крылья Не знаю Имеет ли смысл Отдельно Делать обзор На них Но Техника Реально Заслуживает Внимания Потому что Нам Как вы помни Понравился Даже Самый Бюджетный Вариант Ну я Про эти Вообще Даже не говорю Это реально Что то с чем Вот здесь Кстати по аналогии С большим С базовым С обратом Соответственно АКБшка На 40 Уже 5 ампер Часов Вот она Своей формы Видите Вот сюда Встает Также фиксируется Ну и конечно Она тут Я так Подозреваю Будет Одна единственная Потому что Есть некоторое Сужение Вот И даже Саня покажи Какой то есть Порт Скорее всего Для Перепрошивки Может быть Или Еще Какой то Программа Вот Ну короче говоря Реально Техника Серьезная Вот И напишите В комментариях Какой Из этих Байк Вам понравился Больше всего Все их Посмотреть Можно у нас В магазине В шоуруме Приезжайте Вот Ну и может быть На каком то из них Прокатитесь Которые понравились Больше всего Ну А в заключении Про Пусть и базовый ТСХ Я могу сказать Что Техника Которая Создавалась Рисовалась И Вот такие вот Детали Как задний Мотор От компании Бош Все таки Какими-то Европейцами Европейскими Отделениями Различными Это чувствуется Он мягкий Он плавный Ничего Нигде Не гремит В случае С тормозами С передней Подвеской Передней Вилкой Здесь реально Гораздо Заложен Больше Потенциал Чем нежели Есть В заднем Мотор-колесе Потому что Согласитесь Такие серьезные Тормоза Такая серьезная Подвеска Здесь По мне Как минимум Должно 6 А то и 7 киловатт Мощности Я думаю Что тогда Была бы Прямо По мне Да Городской Такой Подскок Вот Удобный Комфортный Но все Таки Когда вы Катаетесь На такой Технике Ее должно Быть Чуть Чуть Я бы так Сказал Мощнее Поток В данном Случай Немножко Мне не Хватило Но Владимиру Очень Понравилось Все Друзья Мои Спасибо За просмотр Если Понравилось Поставьте Лайк Ну и Как Всегда Пойдем Те Общаться В Комментарии Пока